Станица Старопавловская состоялась закладка храма святителя Николая Чудотворца. До революции Никольская церковь здесь уже была. В годы безбожия станица осталась без храма. Сейчас приход ютится в небольшом помещении. Подробнее о непростых страницах прошлого и о том, как обстоят в приходе дела сегодня, расскажут наши коллеги. Станица Старопавловская была заложена еще при Екатерине Великой в далеком 1777 году как крепость Павловская на Азово-Моздокской оборонительной линии. Казачьи традиции здесь хранят и сегодня. Приезд архиепископа Феофилакта в небольшую станицу на Ставрополе всегда событие. Но в этот раз прихожане Никольского храма постарались создать особую торжественность, ведь владыка приехал не просто отслужить в честь престольного праздника божественную литургию. Сегодня, наверное, восторжествует историческая справедливость. В безбожные годы был разрушен прекрасный храм, который казаки своими силами построили. Строили великолепный храм, такой же, как по проекту, как в городе Прохладном, только гораздо больше. Они на подводах возили, говорят, гравии, в общем, работали, зарабатывали деньги, и все, что заработали, они тратили на постройку храма. Храм был прекрасный, великолепный, но его разрушили, к сожалению. И вот сегодня закладывается храм новый. Храм святителя Николая, станицы Старопавловской, освященный в 1908 году, простоял всего три десятка лет. В 1938-м его закрыли и начали рушить. И только в 1990-м возрожденное казачество поставило вопрос, как же станица без храма? Созданная православная община немало потрудилась, чтобы превратить полуразрушенное здание, выделенное администрацией станицы, в уютный молитвенный дом. Для жителей нашей станицы стены этого небольшого маленького молитвенного дома, конечно же, стали местным утешением, но за долгие годы казалось, что невозможно ничего больше здесь сделать. Однако промыслом Божиим, любовью жителей нашей станицы, любовью тех людей, для кого дорога эта земля, а самая главная любовью тех людей, для кого дорого имя святителя Николая, мы сегодня обновляем силы нашей жизни. Основай, Вышний Бог, посреди его, и не подвижется, поможет ему Бог утро за утро. Участниками исторического события, закладки в станице Старопавловской нового храма, стали не только местные станичники, но и гости из районного центра Новопавловска и других населенных пунктов Кировского городского округа Старополя. И, конечно же, казаки, оказывающие посильную помощь в начавшемся строительстве. Нашим обществом было выделено на строительство доски на опалубку. Сами так немного помогали. Денежными средствами, естественно, помогаем. Но посильную помощь, конечно, оказываем. На праздник атаман станицы пришел вместе с внуком, четырехлетним Ильей, названным в честь прадеда Казака. Жива преемственность поколений. Для сегодняшних детей во имя будущего и решили строить в станице Старопавловской новый храм святителя Николая. Елена Христосова, Артем Соломинцев, студия «Благословенный Кавказ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова